И мы его пригласили не для того, чтобы он хвастался своими фотографиями, а для того, чтобы его послушали первым делом фотографов. Он расскажет про то, что, как, и почему я, кстати, несколько раз возмущался, что кто-то есть из людей, которые еще не были на матче. Это редкий пример гида, который прекрасно понимает, что нужно фотографу, и прекрасно знает все, что водится у него. Но первое дело птичек, но и всех остальных, которые водятся рядом с маночем и помогают фотографировать. Вот то, что у нас на выставке с ФДП сейчас висит, наверное, все познакомились, висит сейчас небольшая серия из трех разных фильмов. Это, конечно, безусловно, у него заслуга, потому что, ну иначе бы он... Но нам, мы ему тоже помогали, в частности, мы когда участвовали в мониторинге, мы нашли новое место, которое даже он не знал. Правда, он и нашел, но мы были вместе с ним. И представляю Виктора Федосова, село Дивное, приютницкий район, по-моему. А он, кстати, сказал, неважно какой. Но вот, короче, когда вы едете из Элисты, едете, значит, в Ставрополь, то как раз вы там через... сначала проезжаете на Калмыцкой стороне приютное, потом проезжаете в Маночстан, а потом, наконец, вы попадаете в совершенно удивительное и симпатичнейшее село Дивное, где Витя живет. А там в 20 метрах от него кричат, от дома, тюйвики, рядом кричат фазаны довольно противные. Если пройти еще 10 метров, то там роются зайцы в невероятных количествах, потом лисы, потом вот Алексей нам расскажет, кто еще валится. И все это знают Витя и помогают людям. Поэтому вот реально, когда выступает фотограф, мы иногда забываем перечислить в виде благодарности, а кто ему помогал. Вот я-то сегодня поблагодарил всех фотографов, которые участвовали, а картинки Вити, которые у меня есть шикарные, я не нашел. И когда он всех фотографий показывал, его не фотографирует, а я его предъявляю живьем по этому. Слышите, что я про тебя хорошие слова говорю, а ты рассказываешь теперь фотографам, что они... Там многие были, а оказывается, что очень многие не были, и это безобразно. Держи. Держи. Добрый день. Рад встрече с любителями наблюдать природу, с фотографами, с теми людьми, которые, я считаю, энтузиасты, которые, в общем-то, знают природу и могут ее преподнести хорошо для других. Я проживаю в селе Дивное, Старопольского края. Это село расположено на озере Маныч. Виктор Федосов, будем знакомы. Пока здесь некоторая заминка с программами, поэтому я буду вам расскажу немного, а затем продемонстрирую то, что, в общем-то, время немного упущено. Однажды, после одной из экскурсий, вернувшись домой, я поделился находкой коростеля в сухих степях с аналичанином Джеффом Гордоном. Он 7 лет проживал в Димном, большой энтузиаст и любитель птиц, и увидел в ответ очень эмоциональную реакцию. Джефф с удушлением начал рассказывать, что коростель до сих пор жив, сохранился в мире благодаря именно англичанам, благодаря тому, что в Англии его размножили питомники и выпустили затем природу. И Джефф даже не подозревал о том, что коростель в России, в центральной полосе, вполне обычный вид. А в Европе они исчезли, потому что там дикий, в общем-то, ландшафт превратился в культурный, и он неприемлем для коростеля. И вот после этого я подумал, что иностранцы так высоко ценят свои богатства, свою природу тем, чем они располагают. А мы, россияне, располагая, в общем-то, богатой природой, разнообразной природой, не всегда можем ее продемонстрировать, вернее, мы можем продемонстрировать, но они всегда это делают, не всегда гордимся тем, что они имеют. И вот одно, а имеем мы очень многое. Это благодаря России многие, сохраняются многие редкие виды. Благодаря России обычные виды и, в общем, населяют Европу, потому что в России сохранились немало мест довольно диких, в хорошем смысле этого слова. И вот... Вот Джек Мордон, в общем-то. И после этого я подумал о том, что Приманочье – это одно из вот этих уникальных мест, которое, благодаря которому, в общем-то, мы сохраняем, сохраним и видим много интересных птиц, зверей и... Спасибо. Ну и сегодня я хотел бы представить вам природу этих мест. Ну, во-первых, что такое Приманочье? Приманочье – это территория, которая включает в себя озеро Маночье посредственно, и окружающую ее степь. Весной она очень красивая, тюльпаны, ирисы дикие и ряд других красивых кустарников и цветов, которые украшают эту степь. Ну и, конечно, озеро Маночье. Прежде это был древний морской пролив, который соединял Каспийское и Черное море. И вода в нем была соленой. Представлял он из себя длинное вытянутое ложе, солнечковое ложе, которое было наполнено бесчастично водой, и ведры перегоняли воду, как, в общем-то, большой лужи, с одного края на другой. И вот вы можете посмотреть, как примерно оно выглядело. Сейчас ряд соленых озер еще сохранились в том естественном виде, и вот одно из них. Значит, российская история знает немало примеров, когда деятельность людей, в общем-то, не было приятно отражалась на природе. Но это бывает не всегда так. Много хозяйственных дел, которые были совершены в истории России, они очень было приятно отразились на природе. В частности, один из экологов, известных экологов-ученых, в своей книге пишет о том, что строительство Большого Старопольского канала явилось большой ошибкой и несло большой вред природе причинило. Но я с этим не могу согласиться, поскольку обладнение Старополии и Калмыкии, оно на самом деле улучшило, во-первых, экологию человека, обеспечивая качественной питьевой водой мытьей, но и во многом отразилось на животном мире, в частности, на птицах. Вот в середине 20 века были прорыты каналы, которые соединили реки Терек и Кубань с Умаманской паденей. И в этой падене на месте древних соленых озер образовались пресноводные водоемы. Вот пример, примерно фотография, как сейчас выглядит Маноч. На современной Маноч, озеро Маноч, примерно 100 километров в длину и в самом широком месте 10 километров в ширину. Отличает его то, что он лаководный. Большинство глубин от метра до 2,5 метров. И лишь в самом широком месте глубина достигает 4-5 метров. Мы в этом году пропурили на лодке и промеряли глубины. Могу умеется, умеется сказать, что это так. Но вот эта особенность отразилась на том, что озеро очень хорошо прогревается. И поэтому оно богато фитопланконом и, в общем, разными беспозвоночными. А это корм для птиц и все, что, в общем, все богатство птичьих, разнообразие, которое имеется на Маноче, оно, в общем-то, с этим связано, вот с этой особенностью Маноча. Вот на этой карте я отразил те места, которые любителям природы следовало бы в первую очередь посетить. Вы можете прочитать и выбрать для себя маршрут. На озере Маноч после его обладнения образовались большие острова, которые изолированы от берега. И вот эта изоляция обеспечивает успешность размножения на этих островах птицам. А богатая кормовая база благоприятствует тому, что на Маноче в разные периоды сезонных годов собирается большое количество птиц, и они обеспечены кормом. Поэтому на озере Маноч собраняется много редких видов птиц. Те, которые в других местах редки и встречи с ними маловероятны, то на Маноче они вполне обычные. Еще местами сохранились озера, которые, в общем-то, имеют признаки тех старинных озер, древних озер, которые были в Кумуманской падине. И вот вы видите, как они выглядят. Они очень в разные периоды. Вода очень живописная и очень своеобразная. Красный цвет придает рачок, который водится в соленой воде. И когда вода в озере высыхает, то концентрация его настолько увеличивается, что озера приобретают разный цвет. Бывают медовые, красные, вот как здесь, как будто ведро крови были, такие желтоватые. Они очень красивые и в них можно убываться, можно на них отдыхать. Нет ни комаров, ничего, поскольку соленый воздух обеспечивает, в общем-то, ну, вот такую экосистему, где комары не водятся. Ну, продолжим про птиц. Вот я, поскольку сказал, что на островах размножаются многие птицы, вот это демонстрация моих слов, это колония пеликанов, которая в этом году насчитывала более 300 пар, унес, и среди них это черные, это птенцы розового пеликана, и вот один белый, это птенец пудрявого пеликана. И тот, и другой пеликан на озере Маныч водятся, размножаются. Ну, помимо того, 58 видов птиц, редких, особо охраняемых, которые известны в Красную книгу России, живут, размножаются, либо бывают во время миграции или зимов, как на озере Маныч. В их числе это вот розовый пеликан, пудрявый пеликан, затем вот очень достаточно обычная плотница, довольно много становятся каравайки, которые внездятся в плавних тростниковых, а этих плавних с каждым годом все больше, поймы впадающих в Маныч рек заиливаются, они разливаются, и площадь таких угодий увеличивается. Помимо того, черноголовых катунг избится чиграва, большая крачка с красным носом, который напоминает морковку, малая чайка, малая крачка и много ряд других видов, которые связаны с водоемами, с водными экосистемами. В озере Маныч очень богато, помимо того, другими птицами, в частности, большой баклан, есть колония малого баклана, очень много цапель, вот наиболее такие яркие представители, это серая цапля, большая и малая белая цапля, рыжая цапля. Середние цапли есть и достаточно редкие, которые в России встречаются не везде, но на Маныче их можно увидеть, фотографировать, это вот в частности желтые цапли, и в настоящее время расселяется активно и увеличивает численность египетская цапля. Совсем недавно она появилась на юге России, но теперь уже обнаружили ее хвост, да и все больше сообщений о находке этой цапли в Притавказье. По берегам Маныча, в Белководном и на Солнчиках, которые остаются на месте старых древних озер, немало гнездится куликов, и среди куликов немало таких видов южных куликов, которые в других регионах, в большинстве, встретят программатично. Одним из них является Светная и Улгова-Керкушка, они нередко селятся на одних таких же участках и образуют общие колонии. Значит, вот у степной керкушки из-под крыла черный, у муговой керкушки ровен ближе наперенье и край маховых берег белый. Но есть еще ряд мелких приступов, а в принципе они очень близки по экологии. Помимо того, гнездятся из куликов Малый Зуёк, затем Морской Зуёк, очень редко можно обнаружить Каспийский Зуёк, и вот такие южные кульки, которые обитают в пустынной зоне, как Авдонка, влезящиеся буквально на солчиках, на гол, солчиках, где и воды-то нет, километрия порой от водоемов, и Белохостая пиговица, довольно редкие виды. Помимо того, в Торстегах водится очень много разных мелких воробьиных птиц, среди которых в общем-то преимущественно птицы южного происхождения, в частности вот усатая синица, в которых окраска оперения очень напоминает у самцов усы, поэтому она получила такое название чернового россиянка. Редактор субтитров А.Семкин